Привет, ребят! Я недавно наконец-то смог на Варлока выбить солярную экзотную глефу и решил по-быстрому собрать какой-нибудь билд, который может использовать эту самую глефу. Давайте приступим. Собственно, экзотная глефа Варлока, что она делает? Как и глефа Титана и Хантера, она имеет уникальный заряд, который можно использовать, когда вы себе накопите полностью энергию щита. Если у Титана ставится купол, который бесполезный, если у Хантера происходит выстрел арковой фигней, которая уступает тройственному гулю, то у Варлока обилка оказалась очень даже интересной. Собственно, в чем заключается обилка? Когда вы заряжаете энергию вашей глефы, то вы тратите ваши заряды на создание исцеляющей турельки. Турелька выглядит примерно вот так. И вот эта турелька будет исцелять вас и тиммейтов. То есть она в какой-то степени похожа на сапоги транслятора и похожа на люмину. И радиус у нее, мягко говоря, большой. То есть, видите, я стою где-то в метрах, наверное, 15 от турельки, и она меня все равно исцеляет. Да, она, конечно, работает не полгода, и она не будет вам исцелять прям полностью ХП, но у этой турельки есть синергия с центральной веткой Клинка Зари, Донблейда. Собственно, у этой ветки, я напомню, есть модификация ульты в кладе света. Есть атака ближнего боя, которая поджигает цели и бафнет урон вам и тиммейтам на 25%, по-моему, секунд на 8-10. Не суть. Также есть так называемый Divine Protection, когда вы делаете вашу гранату исцеляющей, вот эта обилка, да, и самая главная обилка, я не помню, как она на русском, простите, вот это Benevolent Dawn. Когда вы исцеляете или усиляете ваших тиммейтов, то у вас улучшается реген гранаты, атаки ближнего боя и раскола. И вот этот реген, он очень заметен, у вас будут очень быстро регениться ваши обилки, и это может помочь в любом контенте. Большинство варлоков, по моему опыту, даже не знают, как работает эта обилка. То есть вы, допустим, кидаете вашего тиммейта исцеляющую гранату, он ее подбирает, и у вас активируется баф на 6 секунд, у вас улучшается реген гранаты и раскола, и милишки. Это касается раскола. То есть вы поставили раскол, ваш тиммейт зашел в раскол, и вы получили баф. Так вот, как выяснилось, турелька Глефа Варлока тоже активирует этот баф. То есть вы, допустим, себе зарядили на Глефу турельку, активировали куда-нибудь турельку, если турелька будет исцелять ваших тиммейтов, то вы получите баф. И за счет этого бафа у вас будет очень быстрый реген на всех ваших обилок, и это очень полезно. Собственно, именно за счет вот этой связки мы будем делать наш билд. Во-первых, наш экзот — это сапоги транслятора. Как они работают? Когда вы находитесь в вашем исцеляющем расколе, то вы создаете так называемые благородные искатели. Вот эти вот летающие мелкие шарики, которые будут отслеживать ваших тиммейтов, которые находятся вне раскола, и исцелять их. Поскольку в этом билде будем использовать следующий раскол, то это все, что вы должны знать. То есть вы ставите раскол, и пока вы в нем стоите, у вас создаются вот эти вот шарики, да? Благородные искатели. И когда вот эти благородные искатели будут исцелять ваших тиммейтов на расстоянии, то у вас тоже активируется баф Benevolent Dawn, который улучшит вам реген гранаты, милишки и раскола. Что касается характеристик, то, как и у всех варлоков, 100 рекавери, 100 дисциплины. Но в этом билде, как видите, у меня много интеллекта. Вы, конечно, можете упороться и повторить историю с интеллектом, и вкачать как можно больше. Но на вашем месте я бы все-таки вкачал немножко стойкости. Потому что, как вы знаете, по-моему, в сезоне исчезновения банджи внесли в игру некоторые изменения на купол и кладезь света. И теперь боссы наносят повышенный урон по вашему кладезю и по куполу. Чем больше у вас стойкости, тем прочнее будет ваш кладезь или купол. У меня есть два билда на варлока с кладезем, и там и там стойкости 8. И по ощущениям боссы кладези не ломают. Исключение — это, наверное, хромовник на рейде, курсальный чертог на мастере. В другом контенте, в принципе, не ломается. Но если вы можете поставить кладезь грамотно, допустим, за стенкой, чтобы босс ее не видел, то в целом на стойкость пофиг. Но на вашем месте я вкачал бы стойкость хотя бы, наверное, в шестерку. И ради эдгейм-контента, и ради прочности кладези. А так, самое главное — это 100 рекавери, 100 дисциплина. Теперь давайте по модам. Сначала моды боевого стиля. Поскольку мы будем ставить часто расколы в этом билде, то наш первый мод, который я вам рекомендую поставить, — это Риппинг Вэллмейкер. Колодец-лик-потрошитель. Активировали классовую обилку, и ваше убийство с пушки сделает войдовый колодец. Вы будете помогать вашим тиммейтам. То есть суть этого билда в том, чтобы вы были прям самым настоящим суппортом, как Мерси из Овервотча. И поскольку мы будем часто ставить расколы, то создавать войдовый колодец тиммейтов будет крайне полезно. Второй мод, который мы с вами поставим, — это стихийные гранаты. Elemental Ordnance. Убили гранатой, и мы смогли создать солнечный колодец. Поскольку у нас гранаты будут скапливаться часто, то этот мод является крайне логичным. Дальше у нас ведут моды, которые в целом на ваше усмотрение. И первый мод — это колодец жизни. Когда вы подбираете солнечный стихийный колодец, то у вас запускается исцеление на короткое время. Оно работает 10 секунд, и реген там, честно говоря, слабый, но у нас будет синергия с Solar, поэтому можно поставить Well of Life, то есть колодец жизни. Дальше у нас идет мод взрывной колодец, используя Wellmaker. И, если я не ошибаюсь, прямо сейчас Ада продает этот мод. Вендор в Тавере. Летите заберите, иначе потом будете об этом жалеть. Когда вы убиваете двух или более врагов с помощью взрывного урона, то вы создаете солнечный колодец. Если вы убили двух мобов с помощью одной гранаты, то вы создадите два колодца. Первый за счет стихийных гранат, и второй за счет взрывного колодецника. И последний мод, который поставил я, — это Источник мощи. Поскольку у меня солнечная глефа, и я использую солнечный хэвик, в данном случае линейку из нового рейда, то почему бы и нет? Подобрал солнечный колодец и получил баф к урону на глефу и урон линейки. Какие моды можете поставить вы вместо вот этих трех, да? Во-первых, вы, разумеется, можете поменять Источник мощи на колодец выдержки. То есть вы подобрали из Сознавайдова колодец, и у вас запустился... И вы получили резист на короткое время. Другой вариант. Вы можете вернуть связку с зарядом света. Если вы хотите, чтобы у вас был постоянный резист за счет Protective Light, вы можете вот здесь поставить защитный свет, наш старый любимый мод, который Банжо порезали в этом сезоне. И, допустим, вместо колодца жизни в All of Life, который, повторюсь, не очень будет силен, особенно в геймконтенте, вместо него вы можете поставить мод стихийный заряд, Elemental Charge. То есть вы создаете ваши солнечные или пустотные колодцы, подбираете колодец, и вы получаете заряд светом. И этот заряд потратится на Protective Light. Есть еще один вариант. Это вместо Protective Light поставить мод Energy Converter. Когда у вас есть заряды светом, и вы бросаете эконант, то вы получаете заряд ульты. И это работает до 50% заряда вашей ульты. Это может подойти в контент более казуальный. Даже в рейды на Нормале. Почему бы и нет? Поскольку мы будем косплеить настоящего целителя в Destiny, то можете сделать так. Я лично бегаю с источником мощи. И здесь у меня стоит холодиль жизни. Я с таким билдом проходил вчера вечером рейд. И было, ребята, очень заебись. Как работает билд? А, я забыл под другие моды. Давайте пройдемся по модам 2-го и 3-го сокета. В голове в целом оба мода на ваше усмотрение. Но я вам рекомендую поставить мод на глефу, на локаторы. Потому что вам очень будут нужны патроны на вашу глефу. Чтобы вы могли себе заряжать щит. Иначе вы не сможете использовать исцеляющую турельку на варлоке. В руках я поставил 2 пустотных мода, которые дают нам энергию раскола при нанесении урона гранатой. Если вы пойдете в контент, где есть какие-то воители, то смело ставьте мод на воителей. Если у вас есть руки из подземелья тиски алчности, артефиз, искусственная броня, то будет вообще супер. А так вот эти 2 мода работают очень даже хорошо. Кинули гранату в какого-то моба, и вы тут же себе вернули примерно треть раскола. Это очень круто. В тело, разумеется, вы вставляете необходимые резисты. В ноги вы вставляете необходимые сборщики. И в классном предмете я вам крайне рекомендую поставить 2 утилити кикстарта. Чтобы при касте классовой обилки вы тут же получали энергию классовой обилки. Плюс, если вы чувствуете, что в принципе у вас хватает энергии классовой обилки, то вы можете поставить мод из артефакта, который добавляет вашим глефам возможность супрессить цели. Но этот мод был ослаблен в предпоследнем патче на той неделе. И теперь, когда вы супрессите цель, то у вас тратится заряд вашего щита. И вот из этого нерфа я, честно говоря, этот мод ставить бы не стал. Но это на ваше усмотрение. Решайте сами. В целом все. По пушкам, разумеется, экзотная глефа. Первый слот на ваше усмотрение. И третий слот на ваше усмотрение. Если вы будете использовать колодец, господи, источник мощи, то ставьте солнечный хэвик. Если нет, тогда ставьте то, что вам нравится. Я поставил в первый слот фитбрингер с фаерфлайем, потому что взрывной урон считается взрывным. И он поможет мне создать колодцы солнечные. Есть еще один вариант. Это взять, в принципе, дабл спешл. Допустим, вы можете взять плазменную винтовку из нового рейда с диверсантом и челклипом. И если вы будете убивать быстро замороженные цели с помощью взрывов, то вы тоже сможете легко создать солнечные колодцы. В целом на ваше усмотрение. Как все играется? К сожалению, поскольку этот билд является исключительно на боевую группу, то я не смогу показать, насколько будет сильный реген. Но, так скажем, гейплей лупы сейчас поймете. Мы находим мобов, стреляем из грифа и себе набираем энергию щита. Все, у меня готова моя обилка на заряд. Учтите, что когда вы тратите ваш заряд, у вас тратится один выстрел. Вот мы смогли создать войду вокал из наших тиммейтов. Допустим, мы поставили там раскол для моих тиммейтов. Мы в нем стоим и стреляем наших тиммейтов. И, допустим, вот там где-то вдалеке наши тиммейты сажают с каким-то боссом. Мы заряжаем нашу глифу и туда сдаем турельку. И у вас, вы будете получать реген ваших обилок. С помощью гранаты мы делаем солнечные колодцы. Подбираем колодцы, получаем энергию наших обилок. Получаем исцеление за счет колодца жизни. И у нас повышается урон солнечных пушек. То есть, вот в целом весь билд. Тут ничего сложного. Если вы пошли в какой-то рейд, допустим, нормал. И вы играете с этим билдом. То, когда у вас будет фаза урона по боссу, вы можете смело заменить сапоги транслятора на лунофракции. То есть, допустим, вы идете дамажить первого босса на новом рейде. Вы поставили сапоги, вы поставили лунофракции. Поставили раскол. И все, у вас работают лунофракции. У вас будет быстрая перезарядка. И вы поможете вашим тиммейтам. Вы можете тут же поставить снова сапоги. Потому что ваш кладезь будет постоянно иметь быструю перезарядку. Потому что вы его поставили, когда у вас были сапоги лунофракции. В целом, все, добавить больше нечего. Я не думаю, что это будет работать в том же градмастере. Потому что в этом сезоне градмастеры немножко душные. Поскольку в них какого-то фига работают моды, которые повышают получаемый урон. Но в контенте вроде мастер рейды, обычные рейды, подземелья. Это будет работать очень хорошо. И учтите, что это билд на боевую группу. То есть, чтобы у вас были все бафы, вы должны играть в боевой группе. Для соло контента это не подойдет. Потому что вы не сможете себе прокать вот этот баф Benevolent Dawn. Который является основным механизмом работы этого билда. Но в целом, если вы хотели стать настоящим лекарем и суппортом, и всех истелять. То вот вам такой интересный билд. Почему я использую Глефу, а не револьвер Люмина? Потому что мне Глефа нравится больше. Глефы, в принципе, очень мощные пушки в Destiny. Их многие недооценивают. И, как ни странно, Глефа Варлока оказалась самой неговяной. Потому что у Титана и у Хантера Глефы ужасные. А у Варлока есть хоть какая-то синергия. Как-то, ребята, вот так. Пока-сики.